здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале и сегодня вас ждет очередной разбор разбор который за который вы проголосовали во вкладке сообщества если хотите больше интересных разборов то пожалуйста почаще заходите ко мне на канал во вкладку сообщества там я выставляю на голосование то что на сегодняшний день интересно вам и вы имеете возможность голосовать сегодня мы касаемся темы крокуса и я прежде чем приступить выражаю глубокое соболезнование всем кого коснулась это ужасная трагедия конечно это страшно но давайте все-таки разберемся о том кто и что и как говорил в процессе всего этого действия и начнем мы естественно с путина ну и дальше пойдем по остальным действующим лицам то что я посчитала нужным разобрать давайте будем это делать вместе итак я включаю первый фрагмент напомню и они да у них прямо скажем провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в россии и здесь меня конечно очень удивило то что облизывание губ облизывание губ это реакция на то что нам интересно и кстати и даже я когда говорю о том что мне интересно возможно когда я вам говорила про вкладку сообщества я тоже облизала губы но по крайней мере в одном из как я несколько раз пыталась начать наш эфир и вот в одном и во во многих из них я облизывала губы невзирая на то что я прекрасно понимаю что бессознательно вернее вы все меня прочитаете да поэтому это такая штука которую очень сложно контролировать облизывание губ когда мы говорим о чем то что нам интересно мы автоматически облизываем губы но здесь я бы не спешила говорить что прям интересно интересно но я думаю что в данном случае облизывание губ можно трактовать так что в любом случае он понимает что если это подтвердится то что западные спецслужбы его предупредили то всегда есть возможность на эти самые спецслужбы все и свалить то есть в принципе хотя в принципе это может могут быть мои как сказать мои домыслы поэтому напишите мне в комментарии пожалуйста что вы считаете по этому поводу потому что но для меня конечно очень странно если человек действительно этого боится то реакция была бы другая точно не облизывание губ поэтому напишите в комментарии может быть я здесь это мое оценочное осуждение но мы идем дальше все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать дестабилизировать наше общество в москве и подмосковье во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера главное сейчас не дать тем кто стоит за этой кровавой бой не там тоже было облизывание губ но я не стала здесь уже заострять внимание потому что тут он действительно ну что называется в тему это сделал да теперь смотрите вот контроль тела у него присутствует человек уже больше 20 лет у власти да он контролирует себя все такое но а знаете вот такие вот небольшие сигнальчики их очень сложно контролировать и если мы контролируем тело например не даем плечам подниматься на слове не знаю да то мы часто это заменяем наклоном головы в сторону одного из плечей и тем самым мы как бы даем такой такую сублимацию для нашего тела да и в данном случае на этой фразе пошло вот это движение я просто это заметила для того чтобы сейчас на более важной фразе вы это тоже увидели и так вот здесь сейчас вот давайте наблюдать как это произошло вот голова пошла в буш и это сигнал не знаю да вот на этой фразе скажем так не совсем здесь важная информация но этот сигнал тела повторится на более важной информации то есть по сути человек сейчас сказал не знаю идем далее преступление что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-розыскных действий то в настоящее время можно сказать следующее все четверо непосредственных исполнительных теракт все те кто стрелял убивал людей найдены и задержаны они пытались скрыться и двигались в сторону украины видите опять идет этот сигнал тела и здесь есть где по предварительным есть объяснение потому что но двигались в сторону украины это конечно же такая интересная информация да они ехали по киевскому шоссе шоссе называется киевским поэтому можно предполагать предполагать что они ехали в сторону украины но это было во первых ближе к белоруссии во вторых президент белоруссии сказал о том что ну вы вы прекрасно знаете какие заявления сделал лукашенко и здесь получается что ну в данном в данный момент конечно же они не согласовали свои действия но о чем говорит этот кивок на самом деле не он говорит о том что та версия которую он озвучивает она ни о чем он он очень сильно в этом сомневается он не знает но он произносит эту это предположение для чего для того чтобы проговорить это и в нормальных ну вот в тех ушах которые готовы его воспринимать любое сказанное его слово и верить ему на слово они сразу же сами все придумают сами все додумают и в общем то тут еще было такое техническое задание для своих подчиненных то есть он предположил а подчиненные должны уже все версии выстроить в этом направлении но получается что с первого раза он не очень уверенно произнес эту скажем эту версию но дальше уверенности появилась потому что тех задание получено все все услышали то что захотели услышать да знаете с таким же успехом можно было обвинить и этих французов они кажется преступники по моему на автомобиле рено передвигались то есть тут в общем то вот с той же с тем же успехом можно было произнести и францию и я думаю что нужные уши все бы услышали найдем дальше данным для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы и вот видите опять вот этот кивок в наклон головы во первых не знаю да а дальше облизывание губ то есть мне эта версия подходит мне это вкусно то есть облизывание губ ну я просто не первый раз разбираю путина и я прекрасно знаю все его жесты поэтому здесь уже даже базовую линию поведения не обязательно смотреть для того чтобы понимать о чем он имеет в виду эти человек да давайте следующий фрагмент уже прошло несколько дней уже произведено какое-то расследование тех задания мы с вами услышали увидели и что же в итоге чем сейчас на будем нам будет нас подчивать наш дорогой президент адам давайте смотреть знаю что среди тех кто сейчас направляет слова вот смотрите здесь я хотела вам показать моменты когда он уверен и когда он не уверен и здесь мы с вами посмотрим истинное отношение к террористам он явно знает о ком идет речь он явно знает кто это сделал и мы с вами увидим настоящее отношение к тем людям которые это сделали и он об этом знает значит вот вы увидели сейчас расширение когда он говорит о вещах которые в которых он уверен он расширяет свое место в пространстве расширяет локтями на на столе занимают больше пространства соответственно это говорит о его уверенности теперь давайте внимательно смотреть какие жесты будут говорить о его неуверенности как вы догадываетесь эти жесты как раз уже сужающие его место в пространстве или отдаляющие его от места опасности то есть тело автоматически либо сужается либо отдаляется от того что представляет собой угрозу и давайте смотреть чувствуя семья пострадавших люди разных национальностей из всех регионов нашей страны всех возрастов в том числе дети школьники и студенты те кто планировали этот теракт рассчитывали посеять панику и разлад в нашем обществе когда он говорит о настоящих террористах он действительно отклоняется прижимает локти это говорит о страхе о попытке уйти с опасной территории да то есть я вам только что это сказала давайте дальше смотрим прошу сегодня доложить как идут следственные действия и оперативно-розыскная работа по установлению всех кто причастен к теракту его заказчиков и организаторов видите по-настоящему он боится этих заказчиков и организаторов но пока мы не знаем кто это да давайте внимательно дальше наблюдать но мы можем даже предположить что это киевский режим да ну ладно допускаю даже этот вариант пока давайте смотреть дальше нас интересует кто заказчик в ходе совместной работы наших спецслужб и правоохранительных органов нужно получить ответы на целый ряд вопросов например действительно ли радикальные даже террористического толка исламские организации и видите та же самая реакция когда он говорит именно об исламистах именно вот о той версии которая действительно но ближе всего к реальности ну ладно на сегодня я как стараюсь быть максимально объективной да но вот когда он говорит о исламистке настроенных вот людях да он как раз и отклоняется вот та же самая реакция страха то есть когда он про них говорит он дает реакцию страха вот именно на них интересованы в нанесении ударов по россии которые выступают сегодня за справедливое решение обострившегося ближневосточного конфликта видите и в конце когда он говорит вот продолжает фразу про исламистов да он склоняет голову и даже в какой-то степени поджимает голову и говорит мы же с вами на одной на одной стороне да ну он как бы другими естественно словами но он подавлен он не поднимает челюсти он говорит с позиции слабого то есть вот он сначала показал страх а потом наклонившись пытается вот им донести свою мысль снизу не сверху а именно снизу то есть он их реально боится вот это вот я прошу вас заметить дальше идем следующий фрагмент здесь интересный трюизм просто который но смотрите что такое трюизм это обобщение истина и установка вот давайте пронаблюдаем конечно нужно ответить и на вопрос почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на украину кто их там ждал ясно что тем кто то есть смотрите трюизм он абсолютно не доказал не не объяснил никаких доводов не привел в пользу этой версии что они ехали в украину да но он уже задал задал вопрос так как будто это уже решено он отодвинул этот вопрос сторону да это не требует доказательств как бы а на самом деле доказательства как раз там и нужны да то есть не это смещение фокуса внимания все с той темы где действительно у него слабо да слабое звено он это слабое звено поставил как аксиому то что это это вопрос решенный это вопрос даже не нужно не нужно это доказывать то есть обобщение это уже стало истиной да то есть получается в любом случае это сделали украинцы да и в любом случае они ехали по киевскому шоссе значит они ехали в киев да вот вот примерно тогда они ехали на машине рено значит их спонсировали французы вот примерно то же самое но он даже не дискутирует на эту тему он сразу это ставит в разряд истины да и задает вопрос уже с позиции этой истины и отвечает как бы уже на другой вопрос который вытекает из первого то есть уже автоматически как бы получается что если кто-то не понял да то сам дурак вот примерно по такой схеме получается вот вот такое так работают трюизм и если вы это замечаете что вам пытаются вот на каких-то условиях вот знаете это часто бывает так что я вообще не понимаю почему в меня все влюбляются да но наверное потому что я такая такая и такая да то есть понимаете на самом деле а кто а кто в тебя влюбляется да вот вот примерно под из той же серии задавайте вопрос что называется в корень всегда если вам интересно вот в этом разобраться у меня под видео будет ссылочка на курс манипуляции но это не важно важно другое давайте идем дальше смещение поддерживает киевский режим не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма но вопросов действительно очень много на ходе расследования прошу регулярно докладывать ну то есть понимаете да здесь смещение фокуса внимания как бы вопрос даже не требует никаких доказательств и вот это вот манипуляция она очень хорошо работает и подытоживая его речь а а террористах да я должна заметить две очень важные вещи во первых когда он говорит об исламистах там я вижу страх когда я вижу когда он говорит об украине здесь манипуляции это манипуляция да то есть зачем манипулировать если у человека есть доказательства да это первое второе он говорит об украине без страха он говорит просто используя манипуляции но нет реакции страха то есть исламистов он реально боится а киевский режим он просто использует для того чтобы вот каким-то образом манипулировать свои своими слушателями да значит ну то есть когда говорит о страшных вещах он отклоняется а когда он говорит о таких вещах вот где ехали по киевскому шоссе значит ехали на украину да ну соответственно никакой реакции страха и манипуляции то то есть все за себя говорит но вы знаете тут я копаясь в его выступлениях я нашла еще его пресс-конференцию после выборов которая была и там тоже очень интересно вот как раз в тему нашего разбора в тему именно невербальных его сигналов тела а тут очень интересно про расширение и сужение вот где он полностью уверен здесь конечно некоторые вещи меня по-человечески немножко разочаровали но некоторые вещи мне показались очень интересными с точки зрения именно изучения невербального поведения давайте сначала посмотрим где он действительно уверен где он говорит с удовольствием включая свои эмоции где он просто играет расширяется переступает а где он держится за трибуну и старается проговорить ну конечно старается это сделать уверенно но тем не менее это все видно где правда а где ложь вот для того чтобы мы с вами потренировались давайте я просто включу первый фрагмент здесь он уверен он радостен он бодр счастлив и с удовольствием нам оповествует некоторые вещи и так насколько я понимаю сколько слышу как мне докладывали призывы были прийти голосовать именно в полдень это должно было бы быть проявлением оппозиционности видите на словах оппозиционности он расширяет локти но вообще он перед этим переступил то есть перед расширился именно расширился смотрите переступания у него тоже разное бывает а именно здесь расширение идет то есть ему это понравилось то что все пришли оппозиционность не очень нравится но как бы в контексте она нормально вписывается да ну что же если шли призывы прийти голосовать за это как я в таких случаях говорю за это похвалю потому что и я когда выступал и призывал приходить на голосование я не агитировал за себя я говорил как действующий глава государства это моя обязанность попросить людей прийти на участке и проголосовать если и оппозиция считала что нужно прийти и проголосовать не важно за кого но прийти и проголосовать это уже хорошо я не знаю об этом заявление президента франции мы готовы рассмотреть любые вопросы но всегда при любой ситуации будем исходить из интересов российской федерации что касается господина навального да он ушел из жизни это всегда печальные события но у нас и были другие случаи когда люди в местах лишения свободы уходили жизни а разве в соединенных штатах такого не бывало бывало и неоднократно но чтобы далеко не уходить вот эти вещи на три вещи которые ему понравились вы увидели с каким воодушевлением он рассказал а теперь давайте те вещи которые ему не нравятся и где он пытается нам сказать что он воодушевлен что там все в порядке но давайте наблюдать внимательно все ли там в порядке в целом инициатива полностью принадлежит российским вооруженным силам и на некоторых участках наши парни их противника просто кромсают сейчас продвижение каждый день постепенно аккуратно но каждый день вот эмблематическая оговорка когда говорят о повышении о продвижении и так далее тогда должны жесты быть более захватывающими и более но здесь вот как раз надо было бы расширяться ему но вы видите что здесь никакого расширения в помине нет эмоции очень сдержанные и вообще держится за трибуну старается меньше показывать эмоции но выдавливает можно сказать из себя эмоции и это все говорит о том что все-таки здесь все не так хорошо как он нам хочет показать дальше интерес тоже чуть больше чем активная оборона но мы все это и так это и видим вот смотрите сейчас в китае прошло очень важное мероприятие да все китайские вот здесь вот действительно так и есть это как бы вот видите расширение произошло но дальше то дальше то есть китай там свои дела делает и сейчас он сказал об успехах китая но что к что ему с этих успехов а вот что ему здесь уже посложнее говорить собрание народных представителей китай развивается семимильными шагами быстрыми темпами очень уверенно и что очень важно структура насчет китайских дел здесь тоже у меня большие сомнения потому что очень он это все сжато сказал ну я так понимаю что у китая у самого своих проблем напишите мне в комментариях что там с китаем происходит потому что судя по его жестам в китае не все в порядке в китае что-то не так а я к сожалению должна признать что я не сильно слежу за тем как дела у всех стран ну вот объясните мне что там с китаем но судя по его реакциям у китая до прошла какая-то какое-то мероприятие которое прошло неплохо и это он расширил телом а потом пошел когда рассказывать про китайские дела здесь уже пошли жесты очень сужены это очень экономные да и вот это вот не сигнализирует о том что в китае все не так хорошо экономики китае меняется в сторону инновации в сторону придания экономики более более его инновационного характера и мы стараемся делать то же самое внутри страны перед нами точно такие же стоят задачи в россии но а наши отношения они сложились на протяжении предыдущих двух десятилетий они очень устойчивые они допол дважды даже вот третий раз локтями отталкивает что говорит о том что нет нет совсем все не так и очень сложно подбирает слова нет вот этого полета мысли нет воодушевление ничего этого нет проговаривает нужные фразы при этом тело всячески ежица да вот несколько раз локтями отталкивает и стоит не расширяется то есть для него все не очень хорошо не буду прям говорить что прям плохо хотя чуть-чуть стесняться действительно все плохо для него и вот в плане много проблем вот и обычно локтем мы отталкиваем проблемы да и вот много проблем вот с китаем у него много проблем я не знаю вот объясните мне кто в этом разбирается объясните мне что здесь вот зарыто но вот я вижу по его поведению невербальному что здесь у него какие-то сложности с китаем не ают друг друга и уверен это взаимодействие сохранится в том числе не в последнюю очередь наверное и благодаря нашим личным дружеским отношениям с председателем китайской народной республики ну здесь я совсем сомневаюсь несколько раз локтем оттолкнул и держится за за трибуну голову повернул к плечу мы с вами это в начале эфира разобрали да это эквивалент не знаю то есть все таки личные отношения здесь не такие радужные как он пытается нам объяснить это конечно не самое главное самое главное совпадение государственных интересах мы вынуждены будем вот на совпадение государственных интересов он фишку и ставит получай вот здесь он немножко расширился то есть вот он пытается попасть в эти интересы китая да и вот с ним плясать в один танец вот это вот я допускаю но вот вот все что про личное он сказал здесь вообще не ни слова не верю какой-то момент тогда когда посчитаем целесообразным создать определенную санитарную зону на сегодняшних что касается санитарной зоны это он как угрозу произносит а потому что для него это вот он сначала расширяется но потом когда углубляется в тему он сужается то есть сначала ах вы не хотите знать я вам сделаю кузькину мать ну то есть таким образом произносятся угрозы которые на самом деле сложно будет выполнить и ему самому территориях подчиненных киевскому режиму значит создать зону безопасности преодолеть которую будет достаточно сложно применяя те средства поражения которые противник использует прежде всего конечно иностранного производства как вы считаете полномасштабный конфликт между россией и нато возможно и насколько вероятно спасибо ну я думаю что все возможно в современном мире но я уже говорил и это понятно для всех что это будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны думаю что в этом вряд ли кто-нибудь заинтересован на этом направлении на направлении госграницы несмотря на террористические атаки и мы с вами это уже хорошо знаем граждане граждане проживающие на этих территориях проявили не просто гражданскую зрелость они мужество проявляют ну то есть вот эти все темы которые он проговорил вы видите что он держался за трибуну вообще эмоционально не вовлекался и это сигналы того что эти темы надо проговорить но воодушевление он по этим темам не испытывает ну соответственно делайте выводы теперь хочу вернуться к рокусу и что меня потрясло просто до глубины души и я не знаю вот да безусловно здесь вредительство со стороны путина это понятно что его предупреждали он возможно что облизывание губы говорит о том что хорошо хорошо я это все выверну против вас да то есть это вы мне об этом сказано то есть у него уже изначально даже когда он это проговаривал был какой-то планчик ладно это понятно меня знаете что сильно потрясло вот давайте послушаем агаларов что сказал я просто знаете вот это услышала и я вот у меня в голове что не вяжется вот я попрошу ваших комментариев чтобы вы мне объяснили что это все значит но давайте слушать на самом деле крокус сити холл имеет и достаточное количество пожарных выходов и там где двери были закрыты это не пожарные выходы это какие-то служебные помещения потому что за кулисами очень много гримерок очень много студий звукозаписи складов оборудования поэтому люди от страха потому что технические коридоры эвакуационные ведут некоторые обратно в фойей люди не хотели бежать обратно файет потому что понимали что там тоже стреляют соответственно они искали альтернативные пути выхода и натыкались на железные за которыми кстати железное потому что по пожарным нормам они железные которые закрыты туда допускали только персонал свое время по карточкам соответственно люди в этом ужасе и страхи искали любые пути выхода вы поняли что он сказал он сказал что оказывается есть специальные пожарные нормы что вот эти во первых двери должны быть железные во вторых что люди не знали куда бежать и это я не понимаю это что такое это у нас такие пожарные нормы или все-таки нормы были нарушены а подписи были получены за взятки я не понимаю но здесь точно вот либо пожарники либо агаларов и в этом виноваты вот вина полностью вот я я не знаю в чем там дело но такого быть не должно понимаете это вообще чудовищно люди должны иметь вообще насколько я понимаю по пожарным нормам выход должен быть вот всегда стрелочками обозначен и это должен быть какой-то реально безопасный выход а не то что вот получается им возвращаться в фойе это это просто я я не знаю не знаю что не так может быть я что-то не так понимаю объясните мне пожалуйста в комментариях но меня это честно говоря я просто представила и у меня просто высокая эмпатия да я я представила как эти люди бедные ищут выходы да и натыкаются на эти железные двери кто в этом виноват я я просто вы знаете у меня у меня волосы дыбом стали это это вообще что такое как такое возможно в современном мире и при соблюдении пожарных норм при соблюдении или может быть эти нормы не такие но я не знаю в чем тут причина это надо срочно устранять также в других концертных залах и и вообще везде я не то есть объясните мне что это было да что касается еще одного фигуранта хочу сейчас с вами посмотреть тоже довольно интересный персонаж который это этот лидер группы пикник а это как раз концерт который был и ну вот многие из вас написали что его тоже надо разобрать и когда я посмотрела действительно есть что разобрать потому что это небольшое видеообращение которое он выпустил мне сказала о том что человек абсолютно лишенный эмпатии и какой-то эмоционально какого-то эмоционального интеллекта понимаете только человек абсолютно бездушный мог вот так вот сделать сделать такое сообщение это просто давайте послушаем понятно что нет никаких слов которые могут людей воскресить удержать но мы приносим соболезнования всем родственникам единственно что можно надеяться на успокоение опять же говорю слов таких которые могут воскресить и как-то утешить мне кажется еще не найдено еще не придумали такие слова знаете это неудивительно что вы попросили и его разобрать потому что сразу по трем направлениям этим по получается целых три сигнала о том что ему ну вообще вот он отгораживается абсолютно от всего во первых его никто не просит изобретать новые слова просто хоть немножко эмпатии проявить это было бы в его силах да но первое что он сделал он стал защитную позицию скрестил руки вот на груди это по по позе до закрылся дальше он закрылся формулировками дистанция формулировки фраз не от себя от третьего лица да то есть какие какие-то что придумать какие-то слова ну как то вообще от себя ничего не сказал и эмоционально абсолютно во-первых закрыт во вторых в конце поднял челюсть и вообще никакой эмоции печали и ну вообще вот но никакого сочувствия то есть ну как бы дистанцирование по полной программе естественно вы все это отметили и вам всем это не понравилось и я вас прекрасно понимаю когда вы видите когда вы общаетесь с людьми которые вот настолько дистанцируются от вас ну я думаю что у вас у всех бессознательно включается красный огонек опасности и вы действительно это же неспроста как говорил винни-пух тут действительно человек очень закрыт очень безумно закрыт но это в общем то не вина человека что он закрыт но тем не менее он мог от себя что-то сказать от себя от себя он не сказал ничего он какие-то слова придумать какие-то ну то есть вот как-то максимально подальше максимально это не я это никто не обвиняет что это что это он правильно но найти более душевные более какие-то личные слова вот это было в его силах и конечно же он этого не сделал мне очень жаль конечно я честно говоря не поклонница этой группы и возможно что у него много поклонников зал то был полон да но имейте в виду что это знаете у людей на публичных у них часто как какой-то создается имидж и нам кажется что они лучше чем на самом деле ну как бы вот по этому обращению сразу видно ху из ху да вот такая ну это опять таким это уже мое оценочное суждение но как профессионал я могу сказать что такие обращения желательно записывать как-то более ну вот более от себя тем более человек исполнитель да наверняка он пишет свои песни словарный запас у него есть и найти слова он мог бы но видите как человек поступил вот так в принципе знаете его обвинять я даже особо не хотела бы меня больше потрясло вот это то что двери были закрыты и то что то что вообще в принципе произошло здесь вот данный человек вообще как бы не виноват да ну вот что касается других фигурантов тут в общем я свое мнение сказала напишите в комментариях что вы по этому поводу думаете я на этом буду закругляться в общем вот так согласны вы со мной не согласны в общем все в комментариях я их читаю поэтому можете смело писать кроме оскорблений если будут оскорбления я буду банить а мнение писать даже если это мнение не сходится с моим я в общем то все внимательно читаю и становлюсь может быть в чем-то лучше благодаря вам поэтому заранее благодарю вас за комментарии а если считаете нужным поделиться этим видео со своими друзьями поделитесь а я буду вам благодарна до новых встреч люблю вас всех очень сильно а еще раз примите мои соболезнования те кто пострадал от этого теракта это очень чудовищно страшно и вообще я не знаю это это все в общем у меня нет слов да поэтому желаю вам мирного неба над головой наконец-то когда-то это наступит я надеюсь и всего самого хорошего пока пока